Всем привет! Это Ольга Шевец. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня небольшое видео про китайскую парфюмерию. Я вообще долго-долго так ходила по сайтам по китайским, смотрела и очень хотела заказать что-то из серии Jadar Dior. У них такие, ну можно найти духи. Я даже фотографию обязательно вставлю, то есть не Jadar Dior, а Jadar Dior. В Китае такой хорошо-хорошо такой развитый плагиат. То есть они не пишут, как видите, Lankom, Tresor и так далее, Guerlain. У них там свои какие-то названия китайские. А именно вот такие. Сейчас, секундочку. Ну, такой красивый флакончик. Кто не в курсе, это такой в стиле Mietsuko. Mietsuko это аромат дома Guerlain примерно 1912 или 21 года. Я напишу точно. Вот как бы первый раз такие флакончики появились в доме Guerlain. Аромат вот этот очень классный. Он весенний 100%. Он свежий, вкусный, немного игрушечный. В общем, он мне понравился. И если вдруг вы увидите нечто похожее, то можно не бояться этой не Guerlain, как видите. Но сам флакон и аромат достаточно прикольный. Мне нравится. И самое главное преимущество, что эту 30-миллилитровую прелесть можно положить в косметичку. Вот этот аромат мне понравился. Желтенький, меньше. Он такой мимозово-мимозово-мимозово-медовый такой, знаете. Ну, в общем, не мое. Может быть, просто сейчас не его время. Ну, я его еще послушаю-послушаю. И вполне возможно, кому нравится мед, помаячьте. Будем разыгрывать. И вот такой вариант. Это, как бы, версия флакона Трезор. Такая качественная розочка. Обратите внимание. Качественная крышечка, которая не падает. И, соответственно, очень красивый аромат. Ну, здесь не написано Трезор. Здесь написано все, что угодно, только не Трезор. Ну, какая-то ночная розочка. А вот, изучив пирамидку вот этой ночной розочки на фрагрантике, я могу сказать, что она соответствует тому аромату, который рекламирует наша любимая Эмма Уатса, если я не ошибаюсь. Гермиона, короче. Повзрослевшая гермионка. Так что, девочки и мальчики, это были все заказанные на китайских сайтах ароматы. Я хочу что-нибудь еще позабористее найти. Что касается вот этих ароматов, в них нет пластика, в них нет дешевки никакой, вообще никаких дешевых нот у них нет. Они очень красиво скомпонованы, разумеется, химические, но вот здесь можно услышать и малину, и черную смородину, и розу. В общем, все как в настоящем, во всяком случае, в верхних нотах 100%. По поводу ссылок, ну, я не знаю. Понимаете, с Китаем это так. Вот сегодня я купила там, и это хорошо и вкусно, а я попытаюсь это купить через месяц, там будет совершенно невкусно, пластик и вторсырье. Поэтому я ничего рекомендовать не могу, к сожалению. Мне просто, я считаю, что очень сильно повезло, то, что я купила, и то, что мне понравилось. Вот, если вас интересует еще что-то, задавайте вопросы. Я вообще заказываю очень много всего с китайских сайтов, и я буду снимать сейчас видео, потому что я такой мощный первопроходец. Я туда начала ходить годиков пять назад. Я всю эту тему прочихлила, всех своих знакомых на это дело подсадила. Подводные камни китайских сайтов и так далее. Если вам интересно, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, задавайте вопросы, давайте дружить и общаться. Это Ольга Швета. Всем пока!